Подхама Санваса Сута. Совместное проживание. Ангутара Никая 4.53. Однажды Благословенный шел по дороге между Матхурой и Веранджей. И группа мирян, и мирянок также шла по той же самой дороге. И тогда Благословенный сошел с дороги и сел у подножия дерева. Миряне и мирянки увидели сидящего у подножия дерева Благословенного, подошли к нему, поклонились и сели рядом. Тогда Благословенный сказал им. Домохозяева, есть четыре вида совместного проживания. Какие четыре? Труп живет с трупом. Труп живет с женщиной-божеством. Мужчина-божество живет с трупом. Мужчина-божество живет с женщиной-божеством. И каким образом, домохозяева, труп живет с трупом. Бывает так, что муж является тем, кто уничтожает жизнь, берет то, что не было дано, пускается в неблагое сексуальное поведение, лжет, потакает употреблению вина, спиртного, одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности. Он безнравственный, с плохим характером. Он пребывает дома с умом, охваченным пятном скупости. Он оскорбляет и ругает жрецов и отшельников. И его жена также уничтожает жизнь, берет то, что не было дано, пускается в неблагое сексуальное поведение, лжет, потакает употреблению вина, спиртного, одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности. Она безнравственна, с плохим характером. Она пребывает дома с умом, охваченным пятном скупости. Она оскорбляет и ругает жрецов и отшельников. Вот каким образом труп живет с трупом. И каким образом труп живет с женщиной-божеством. Бывает так, что муж является тем, кто уничтожает жизнь, берет то, что не было дано, пускается в неблагое сексуальное поведение, лжет, потакает употреблению вина, спиртного, одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности. Он безнравственный, с плохим характером. Он пребывает дома с умом, охваченным пятном скупости. Он оскорбляет и ругает жрецов и отшельников. Но его жена воздерживается от уничтожения жизни. От взятия того, что не дано, от неблагого сексуального поведения, от лжи, от вина, спиртного, одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности. Она нравственная, с хорошим характером. Она пребывает дома с умом, лишенным пятна скупости. Она не оскорбляет и не ругает жрецов и отшельников. Вот каким образом труп живет с женщиной-божеством. И каким образом мужчина-божество живет с трупом. Бывает так, что муж воздерживается от уничтожения жизни, от взятия того, что не дано, от неблагого сексуального поведения, от лжи, от вина, спиртного, одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности. Он нравственный, с хорошим характером. Он пребывает дома с умом, лишенным пятна скупости. Он не оскорбляет и не ругает жрецов и отшельников. Но его жена уничтожает жизнь, берет то, что не было дано, пускается в неблагое сексуальное поведение, лжет, потакает употреблению вина, спиртного, одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности. Она безнравственна, с плохим характером. Она пребывает дома с умом, охваченным пятном скупости. Она оскорбляет и ругает жрецов и отшельников. Вот каким образом мужчина-божество живет с трупом. И каким образом мужчина-божество живет с женщиной-божеством. Бывает так, что муж воздерживается от уничтожения жизни, от взятия того, что не дано, от неблагого сексуального поведения, от лжи, от вина, спиртного, одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности. Он нравственный, с хорошим характером. Он пребывает дома с умом, лишенным пятна скупости. Он не оскорбляет и не ругает жрецов и отшельников. И его жена также воздерживается от уничтожения жизни, от взятия того, что не дано, от неблагого сексуального поведения, от лжи, от вина, спиртного, одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности. Она нравственная, с хорошим характером. Она пребывает дома с умом, лишенным пятна скупости. Она не оскорбляет и не ругает жрецов и отшельников. Вот каким образом мужчина-божество живет с женщиной-божеством. Таковы четыре вида совместного проживания. Когда они безнравственные, оба. Когда скупы и склонны к оскорблению. Муж и жена, что вместе проживают. Живут друг с другом, словно пара трупов. Но может муж безнравственным ведь быть. Скупым и склонным к оскорблению. Тогда как нравственна его жена. Она щедра, она великодушна. Такая женщина подобна божеству. Живет которая с мужчиной-трупом. Но может муж и нравственным ведь быть. Он щедрый, он великодушный. Притом, безнравственна его жена. Она скупа и склонна к оскорблению. Такая женщина подобна трупу. Что с божеством мужчиной проживает. Вот муж с женою обладают верой. Они щедры и сдержаны собою. и оба праведную жизнь ведут. Общаются приятными словами. Многие блага обретут они. И проживают в умиротворении. Враги же недовольны их. Ведь нравственность обоих одинакова. Идхаму в этой жизни соблюдая. В принципах нравственных сравняются они. И после появившись в мире дэвов. Их радость, чувств услада ожидает.